Привет, капитаны! В эфире информационно-аналитическая студия канала FIVI Channel, канала, где изучают корабли. Скоро черная пятница. Время, когда можно дорого купить что-нибудь ненужное или же дешево что-нибудь нужное. Все зависит от степени вашей информированности. Поэтому, уверен, видео будет полезным. В нем мы, как обычно, кратко и по существу вспомним прошлые черные пятницы в кораблях, а также на основе логики и общедоступной информации обсудим грядущую пятницу и возможные лучшие предложения и корабли. Итак, черные пятницы в нашей игре проходят уже давно, но только с 2018 года появляются так называемые черные корабли. Это аналоги премиум кораблей, но в особом черном камуфляже. То есть, например, в дополнение к обычному тирпицу, игроки получают возможность приобрести еще и черный тирпиц. То есть, это будет отдельный корабль с отдельным введением статистики, возможностью сбивать снежинки на новогодних акциях и так далее. Вот мы видим, что в 2017 году еще не было черных кораблей, были только различные акции и скидки. А в 2018 уже появляется черная эскадра. В 2019 году она дополняется новыми кораблями, но при этом можно было взять и черные корабли 2018 года. То есть, в 2018 году вышли черные Тирпиц, Атаго, Ассасио и Массачусетс, а в 2019 – Аляска, Граф Цепелин, Шаранхорст и Симс. Также можно было приобрести особых капитанов в черных мундирах. Все это добро продавалось различными способами, как за дублоны в Адмиралтействе, так и в магазине. Также куда же без особых пакетов и прочих атрибутов маркетинга. Еще была такая фишка, что если у вас уже есть обычный прем, а вы берете еще и черный, то вам становится доступна боевая задача за дублоны. В 2019 году это было от 1500 до 2500 дублонов за 5 боев суммарно. Предварительная информация об акции текущего года есть в блоге разработки. Следует уточнить, что формально все еще может измениться. В блоге мы видим черные Жан Барт, Атланту, Козак и Кагу. Также снова присутствуют командиры в черных мундирах и специальные контейнеры. Что касается сроков, то сказано про конец ноября. А в ноябре у нас осталась только одна пятница. Можно предположить, что будут доступны черные корабли из прошлых акций. В этом случае, на мой взгляд, наиболее интересные предложения это Жан Барт, шикарный линкор, который еще и отлично фармит. Раньше его можно было взять за уголь, а теперь уже просто так не купить. Думаю, это будет хитом продаж. Атланта и Козак, как по мне, такое себе на любителя. Кага, отличный премиум авианосец, редкий из авиков, про который можно сказать, что его не убила череда последних изменений класса. Из прошлых сезонов наилучшие предложения это Аляска и Массачусетс. Шикарные корабли, которые скоро выведут из продажи. Аляску лично я считаю одним из лучших кораблей среди всех девяток и десяток. Причем это мнение сполна подтверждается цифрами. Вот выборка кораблей девятого десятых уровней с сортировкой по проценту побед. Мы видим, что Аляска с процентом 54,3 опережает даже имбу Смоланда, а уступает лишь немногим редким и стальным кораблям, среди которых много очевидных им бищ. Очень фановый корабль, один из моих любимых последнее время. Кстати, совсем недавно по нему записал обзор. Массачусетс. На мой взгляд, один из самых фановых кораблей в игре. Лучший корабль восьмого уровня и единственный в игре нормальный ПМК корабль вообще. Ассасио. Лидер по урону среди эсминцев. На восьмом-десятом уровне он по урону уступает только Сомерсу. Все остальные десятки, девятки и восьмерки набивают меньше. Явная имба. Тирпиц, Атага и Шаранхорст – удачные премы, ставшие классикой. Слегка имбоваты. Граф Цепелин. Довольно фановый авик, но после недавнего переворота прицела штурмовиков он мне уже не так нравится, так как штурмовики стали ощутимо слабее. Но зато бомбами стал попадать немного проще. В общем, на любителя может зайти. Ну и Симс. Это из разряда такого себе, хотя в целом для Семерки неплохой эсминчик. Надеюсь, видео было вам полезным. Чтобы я мог чаще выпускать информационные видео, каналу нужна ваша поддержка. Ссылка на донатку в описании. Ну и конечно же подписка, колокольчик и лайкосик также помогут делу. Ну и пишите в комментариях про ваши соображения насчет предстоящей пятницы. С интересом все прочитаю. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедай.